Краткая сводка о ситуации в Сирии за 6 февраля 2014 года. Алеппо. Ракетно-минометному обстрелу подверглось здание представительства Министерства финансов Сирийской Арабской Республики в городе Алеппо. Здание получило довольно значительное повреждение. Несколько снарядов попало внутрь, уничтожив документацию, вычислительную технику, оргтехнику и другое оборудование Министерства. Нанесен серьезный материальный ущерб. Возможно, среди сотрудников есть пострадавшие. Проводятся поисковые мероприятия. Холмс. При пересечении сирийско-ливанской границы перехвачена и арестована банк-группа экстремистов. На этот раз они благоразумно предпочли сдаться. Более того, бандиты активно сотрудничают с правоохранительными органами. Так они уже показали, где находятся тайники с оружием, боеприпасами и как до них добраться. В тайном хранилище обнаружен очень солидный склад оружия, боеприпасов и взрывчатки. Следствие выясняет их связи и планирует найти, арестовать или уничтожить пособников террористов. Вот так, как это произошло в районе старого города Холмса. При помощи местных жителей была выявлена группировка бандитов, пытавшиеся выбраться из окружения. Их ждали. Банда попала в засаду и была уничтожена. Дамаск. Продолжается эвакуация стариков женщин и детей из палестинского лагеря беженцев Аль-Ярмух. Напомним, что лагерь находится под частичным контролем терроризма. Бандиты используют верных жителей в качестве заложников. С недавнего времени в лагере действует международная гуманитарная миссия, которая снабжает беженцев продовольствием и оказывает необходимую медицинскую помощь. Но захватчики регулярно отбирают продукты питания и препятствуют соглашениям о перемирии. Тем не менее, помощь оказывается, и многие пострадавшие переправлены в более безопасные районы. Григорий Нестеров, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, агентство Анна Ньюс, Сирия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова